Очень сложных вопросов, но один вопрос, интересовались ли вы когда-нибудь философией, если да, то есть философ вам интересен или близок. Всерьез можно сказать, что философией я не заинтересовался в свое время. Время было молодое. Я в свое, не знаю, как оправдание, скорее даже самоутешение могу сказать, что я не просто эту область оторвину от себя, а все-таки сделал несколько попыток. Сначала по обязанности, это надо было в университете учить и сдавать, а потом по тому, что считал, что может быть все-таки столько людей интересуется, может, это действительно интересно. И усиленно заставлял себя читать основных философов. Кто-то мне нравился, но он нравился в основном как литератор. Вот с литературной точки зрения, в литературном аспекте, можно так сказать. Ну, что-то Гавр, там Ницше. Мне нравилось, как строится рассуждение, истина была не важна. Думаю, что все-таки просто размыслительный аппарат, который мне от природы присущ, он не склонен к такому образу действий, к философическому. Так мне и запомнились еще юношеские какие-то пересказы древних скептиков, пиранизмы в изложении Монтейни. Вот так мне это все и нравится до сих пор, но не глубже. И второй вопрос, как-то немножко не ко мне. А второй вопрос тоже не ко мне, сразу предупреждаю, но прочту целиком. Вот две цитаты пишут. Что вам ближе, что вы не затеряться в одной технике, нужно непрерывно менять техники. Если застревать на чем-то одном, то в этом и утонешь. Надо все менять на ходу. Конец цитаты. Я убежден, что с наибольшей полнотой художников позволяет выразиться жесткое самоограничение. Попытка объять необъятное в творчестве, особенно гибельна. Конец цитаты. Две цитаты. Она видна. Ну, проще, чтобы было ответить. Мне не близка ни та, ни другая. Не то, чтобы позиция. Это вообще-то частность. Я бы так сказал. И то, и другое. Это некоторые частные принципы действия. Ну, в данном случае художнического действия. Не думаю, что какую-либо из этих цитат можно сделать основной для художнического поведения. Ну, насколько я себе вообще его представляю. Вовсе не уверен, что представляю хорошо. Но как-то догадываюсь. И, собственно, все мое сочинительство, только для того, чтобы догадаться, как делается большого художества, происходит, вот уже, мы говорим, то, о чем догадался я, с этим согласно, но лишь отчасти. Я бы так сказал, вот прочитывал. Сейчас, вот две песенки. Персонаж приблизительно один и тот же. Такой, несколько более знающий. Нет, я бы даже думающий, что он несколько более знает, чем он знает на самом деле. Вот есть такое свойство у людей. И у моих персонажей тоже оно иногда встречается. У людей оно встречается, как, правда, к сожалению, у моего персонажа встречается, по-моему, к счастью. Но тут могут быть разные мнения. Первая песенка о недельновидности. Надеюсь, близорукость моя была отчасти полезна. Просеянные соблазны реже захлёстывает разня. Но чувствую, что знаки пью заодно Отселилась бездна, В которую не угляделся я, Глаза пожалела зря. Не стоило их жалеть, На то и глаза Поплачут, помокнут И в самой пустой обыденности Метафору следят. Хотя, коль скоро снова дойдёт до слёз, Метафоры не помогут. Скорее всего, не помогут, Но навряд ли навредят. Смотри, возник, сквозняк задышал камин, Зала золотиста. Качмутся в круглые чашки Красный морс, похожий на Майс. И прямо с утра газетная злоба дня Мечта куплетиста Разбита сама на строфы И читается, как романс. Куплет насчёт погоды Пущет других Сотеев и шуток. В бюро прогнозов Нынче новый барометр Громотей С антенной он всемирный Соединён Ему не до шуток. Его послушав, Хочешь, не хочешь, падай и холодей. Но я куплю фонарик с ветлячок Похожий на светоч И выдула ночь Накинув зелёный плащ Похожий на плющ А ну-ка, кто барометр в бюро Не больно ты в себе ведущ И есть его ледяной кошмар Не очень-то не передущ Смотри, скажу, тузенцу встреч А ну я Я же встречу Не трали, смотри, молодая Вон там за облаком, где лучи Ей должное восстал Легендарный грек Пеучей речью По памяти Ибо видеть уже не мог А ты развлечи Слетевшая с воздушного своего Безгрешного Божия Не знающая об опасностях Свободная от клише Тебе, тикарю, явиться Она свяжет Ни на что не похожа Её не догонишь ты Ну хоть порадуешься в душе Вторая наоборот Об чрезмерной зоркости Насчёт судьбы Не верьте, барышня Другим вселепую И даже мне При том, что сорок Я поболее, чем все И грянув на небо Могу судьбу прочесть Любую На звёзды гляну И прочту судьбу любую Чью пожелание И важно в том числе Небесный свод Который даже днём не пуст Всё полон Веками влёк Хотевших вычислить Удачей провал Их было много Кто хотел И один Кто понял При том, что даже не хотел Но как-то понял Все только щурились А я дальше в провал Цветов и премии Не вручают люди Мне за это И не торопятся На каждом Воспевать меня углу Во сколько звёздного И я людям Не открыл секрета Я им небесного Не подарил секрета Они хорошие Они хорошие Но я их не люблю Прожить не поле Пересечь Гоните прочь Посулы А хоть и в поле Вам ли барышня Предстала знать Межу Сегодня ваши Мне понравились Глаза И скулы Сначала всё-таки глаза Но также скулы Однако вам я тайны Тоже не скажу А если даже не скажу То ни по чём Вам тайна Уже вы на поле В страде Повсюм дружат Твои козьба В комбинезоне Вы в кабине За рулём комбайна Вам так положено Вы за рулём комбайна У вас роскошная Дальнейшая судьба Вы жнёте полосу Никто не равен вам В сноровке Машина блещет На безной сияют Гайки и балды А на обочине От вашей полосы В сторонке Никто иной, как я Невдалеке в сторонке Феноменальной славы Я в дождевой воронке Растуй ничем Не отличайся от твых Из достаточного количества московских песен Мною сочинённых Сегодня Я оставил Две только Для исполнения Одна из них Подмосковскими В данном случае Я имею в виду Песни В которых Некоторую роль Не самую главную далеко Играют Чисто московские детали В том числе География и топография Одну я спел Уже под названием Красная ворота А другую под названием Волхонка Споюсь сейчас Душа в хабах Денег Не гроша В мозгу Помехи И морзянка А в оболхонке Марсианка Проходит мимо Не спеша Её осанка Вся как нервный тик Её в глазах Как две напасти При ней полонка Лунной мапости Из зонтик цвета Электрик Танцует пляже Зонтик за плечом Каблу подбит Под ковкой звонкой И тучи реют Над ворохонкой А марсианке Непочём Туда где раньше Был бассейн Москва Она не смотрит И не слышит Как всё расслед Ей тяжко дышит Туча дышит Едва ушлых ливень Могнет стар И млад С неё одной ладар Как зруся Пойду в морахи Пострягуся Не то влюблюсь В этот ад На марсе жизни Нет и счастья Нет А если есть Порой и воля То далечко я Чуть с него Я Таращусь Что живослед Махнуть бы двести Крылья обрести И полететь за ней Курлыча Спасти себя От подавича Неотвратимого Почти мне гроша Ни спирта Вот беда И как взлетишь Как беда Пердится Пойти в бассейн Не укропиться Как он закопан Навсегда Сидел бы дома Ел бы свой Творок самим собой Играл бы в нарды Но дернул черца Баккенбарды И на Волхонку Творок Зачем не форварды Я Из ЦСК Зачем родился Не в Гонконге Идет Вакханка Во Волхонке Уже Остоженко Пристал Вон юго-запад С горки Подмигнул Галдямус Альмаматер Где столько раз Ища Фарват Я заблуждался И тонула Каблучок Подковкой Звяк 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 Волхонка В двух Вершках Атамада Волхонка Теряржится Как надо А Марсианка Ища Как на надежда Что вот-вот С высот Разрезав Черный свод Небесный В нее Дарит свет Откресный И содрогнется Черный свод Волхонка 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 Волхонка